МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защищать Родину, да, основополагающее обязательство, которое лежит на тебе после, в случае военного положения. Вот, все-таки к этому надо готовить как-то. Я думал служить в элитных войсках, наподобие ВДВ, спецназ, что-нибудь вот такое, как раньше в детстве показывали, пытались ждать, крутые ребята в крутых обмундированиях. С детства я занимался и борьбой, и в школе успевал. Я, в принципе, за весь период учебы достаточно часто приезжал в военкомат. Все медицинские комиссии, которые надо было пройти, я прошел. Обо всем поговорили, мне все рассказали. Мы эту комиссию начинали проходить, и все в школе, когда всем по 14 исполнилось, всем это приписное свидетельство давали, такая синяя книжечка о постановке на военный учет, о том, чтобы потом явиться и пройти его вновь. А так, в принципе, эта медкомиссия ничем не отличается от обычной комиссии, которую может каждый пройти и проходил уже не единожды в больнице ближайшего района. Здравствуйте. Так, жалобы искренне какие-ли? Сюда глазки. Так, на кончик носа. Хорошо, ножки чуть вперед. Врачи сказали абсолютно угоден, категория А1. Мои родители еще родились в Советском Союзе. В Советском Союзе было все совершенно иначе, все было. Служили по три года. Я думаю, если бы даже я говорил о том, что я хочу отойти как-то от службы в армии, они бы скорее настояли на том, чтобы я все-таки туда пошел. Ну, раньше мы с ним беседовали на эту тему, что служить надо. Мать тоже сказала, что сын должен служить. И решение такое, что мы поговорили с ней, что сын обязан служить. Он всегда хотел служить в элитных войсках, хороших, таких достойных, чтобы не только родине служить, но и теми более, и самым быть полезным для нее, и быть... Ну, и, во-первых, здоровый я, чтобы был красивый, крепкий. Он учился в институте, выступал за институт, выступал спортивным соревнованием. Ну, и когда в школе учился, здесь он выступал в разных мероприятиях, в том числе в Дорницах он участвовал. Да я спокоен за своего сына. Почему? Потому что он подготовлен. Он очень человек ответственный и любит свою страну, любит то, чтобы быть полезным для общества, для своей Родины. Я считаю, что он будет достойным там служить, и не за него и страшно, и не обидно будет. Люди, которых призывают на военную службу срочную, на один год, они не знают, чем хотят заниматься в жизни. Вы можете задать этот вопрос абсолютно любому человеку молодому, который собирается уходить в армию, или который только еще учится, и в поиске себя. Что ты хочешь от этой жизни? В 99% вам ответят, я хочу денег. Они не говорят, чем я хочу заниматься, они не хотят стать профессионалами в какой-то деятельности. Все просто хотят деньги, потому что, ну, это сейчас модно. А как они это будут зарабатывать, они это не знают. Вот. И проблема немножечко в том, что вот эти азы, да, право сознания, что он не знает закона, да, кто-то знает свои права, но не знает обязанностей, а кто-то вообще своих прав не знает, из-за чего порой скандалы происходят. Вот. Отсутствует право сознания, что люди не могут даже в школе себя на начальном этапе раскрыть какой-то свой внутренний потенциал, чтобы понять, к чему лежит душа. На сегодняшний момент идет тенденция к росту именно тех ребят, которые желают. Они понимают, что служба в армии, это действительно является почетной обязанностью. У остальных ребят, которые колеблются, мы объясняем то, что надо отслужить. После службы в армии они будут пользоваться многими льготами. Человек, отслуживший срочную службу или службу по призыву, вот, если он получает высшее юридическое образование, значит, он может работать судьей, значит, он может работать в прокуратуре. Без службы по призыву он туда не попадет. Также он может дальше продолжать службу, идти в Национальную гвардию, в органы внутренних дел, то есть в полицию, пользуются льготами при поступлении в высшие учебные заведения. Ну, если брать, конечно, 90-е годы, там, 2000-е годы, то изменилось в корне. Сейчас получается, что солдаты занимаются конкретно боевой подготовкой. У них есть дополнительный час отдыха в обед. Это в обязательном порядке. Распорядок дня он и был раньше, распорядок дня обязательным. Но сейчас они, у них отбой 23 часа, подъем в 7 часов, физическая зарядка. Это питание в столовой сейчас, так называемый шведский стол. То есть три первых там на выбор, три вторых, и вот он может из этого выбрать то, что он желает. Тем более год службы в армии – это ни о чем. Вот сегодня как раз ребята приходили, я читаю фамилии, вроде бы я вчера их отправлял служить, вот реально. Вот как-то этот год пролетел я незаметно. И для них тоже самое подходишь, спрашиваешь, как ты, да нормально, нормально. И, честно скажу, меняется очень мировоззрение. Леня, Боба, Дима, Боба, все прекрасные, все прекрасные! У меня это осознанный выбор. Почему? Потому что я смогу быть наедине с собой, своими мыслями, решить, что же я хочу в этой жизни от себя. Я, допустим, для меня, как для человека, который знает законы, который ценит очень сильно справедливость, если отслужить в армии, человеку, который не знает, чем заниматься в жизни, вот вообще абсолютно, это будет большой плюс, потому что он без хлеба в этой жизни, в принципе, никогда не останется. По мне, так самое главное вот в этой военной службе, которая на год, потому что она связана все-таки с защитой Родины, Отечества. Освоить АЗы. АЗы освоить не так сложно, потому что даже в школе, когда мы учились, проходили всякие конкурсы военно-патриотические, Зорница и разные другие. Поэтому базис он должен быть всегда. Так, все, пошли. По-анному. Армия – это школа жизни. Призывники – это школа жизни для вас. Пройти эту школу, как шутят, надо пройти заочно. Нет, ее нужно пройти очно. Просто вы должны понять сами. Потому что если ты попадешь, хотя бы даже на этот год, хотя я считаю, что года мало, нужно больше, хотя бы на этот год попадаешь служить в армию, ты просто понимаешь, что ты из себя значишь. Поэтому мое мнение, оно как было, так и остается, что каждый здоровый, годный по состоянию здоровья молодой человек обязан отслужить в армии. Я, в принципе, и уверен за наших ребят, которые в Приозерский район, Ленинградской области. Я уверен, что мы, как говорится, высоко несли планку нашего солдата-защитника. Мы также ее всегда бы унести. Служба в вооруженных силах, с учетом оснащения новейшей вооружением, военной техникой, становится престижной, наукоемкой и требует от каждого призывника определенной подготовки. Молодежь в настоящее время действительно поступает на комплектование вооруженных сил грамотная, физически здоровая, крепкая. И самое главное, что молодые ребята, с учетом тех мероприятий по военно-патриотической направленности, которые проводятся в масштабе государства, вооруженных сил, и непосредственно на территории Ленинградской области, я имею в виду это юно-армейское движение, все большим желанием идут служить и исполнять свою конституционную обязанность по защите и обороне Российской Федерации. Я вспоминаю свои юные годы, когда учался в военном училище. Безусловно, на несколько порядков сейчас и бытовые условия, и сами условия прохождения службы, никакое сравнение не входит в том, что было в советской армии. Это касается, во-первых, и питания, и обмундирования, и распорядка дня, который имеется в настоящее время в вооруженных силах Российской Федерации. После окончания военной службы молодой человек, он имеет первоочередное право для поступления в высшеучебные заведения и получения высшего образования. Кроме того, российским законодательством определено, что молодой человек, который не прошел службу в вооруженных силах Российской Федерации, не имеет права в дальнейшем занимать должности государственных или муниципальных служащих. Зачем в том юном возрасте ограничивать уже себя в дальнейшем? Никто же не знает, как будет складываться его судьба. Страна дает огромные возможности. И сразу себя загонять в какие-то рамки, начиная с 18 лет, ну, наверное, не совсем правильно. Вот гражданская форма. Каждый одевается так, как он хочет и как он считает нужным. Удобно ему, неудобно. Либо он хочет выглядеть и выделяться как-то из толпы яркими цветами. Здесь все по-другому, здесь все в одном. Самое главное правило в армии, что все равны. За каждого горой должны стоять. Накладывает ли военная форма чувства обязанности? Накладывает, определенно. Но в полной мере вот это понятие, само понимание внутреннее для человека, оно раскроется, наверное, по пути военной службы. Сейчас понятно только одно, что все, я военнослужащий, и без приказа я не могу ничего сделать. Ну, я готов, я хочу, чтобы служба была интересная, чтобы научиться чему-то новому, познакомиться с новыми людьми. Во многом армия... Почему армия с 18 лет? Потому что не все успевают повзрослеть так, как надо, чтобы подготовиться ко взрослой жизни. Вот. И дисциплина одна из неотъемлемых частей успеха. Успеха человека в дальнейшем будущем. Испокон веков на Руси так повелось, что каждый мужчина рождается, и это его самый, наверное, святой долг и обязанность защищать Родину. А что такое Родина? Это в первую очередь его семья, его близкие, родные, его любимые. Почетней обязанности, чем служба в стране своей, никто еще не придумал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова